Мне приятно, большая честь, выступить перед вами и очень чувствую себя хорошо, возвращаясь в свои молодые годы, когда я приезжаю в Казань. Я закончил Казанский в 1980 году. Это очень давно было, но это правда. Сейчас я хочу рассказать об очень интересных явлениях, которые открыты были буквально в последние 15-20 лет. Мне повезло просто участвовать в распыслении, в работе над описанием этих явлений. И удивительно, что то, что я буду показывать, я буду рассказывать о переходных излучающих процессах в верхней атмосфере. Это не совсем то же самое, что молнии, а не совсем то же самое, что огни святого Эльма, вы знаете. И что самое поразительное, что я буду рассказывать о явлениях, которые могли предсказать в 20-30-е годы, почему этого не было сделано. И также сейчас в Казани проходит конференция «Физика низкотемпературной плазмы». Вот эти вот явления не очень большого масштаба, но они, по сути дела, такого же рода описываются физикой, как и описывают, допустим, лампу дневного света. И вот здесь очень интересно, просто начну с этой диаграммы. Она показывает строение атмосферы Земли. И вот нижняя часть тропосферы, там, ну, 20 км на уровне моря. Это очень хорошо изученная область, но осталось еще многое число вопросов. Это область, где формируются облака, где происходят грозы между облаками и поверхностью Земли, и между облаками. И интенсивно изучается, и это очень важно для авиации, большой интерес ученых. Есть также область, которая привлекает традиционное внимание исследователей, это ионосфера. Ионосфера от нижней ионосферы, там, где происходят полярные сияния, например, до верхней ионосферы. Это очень важно для радиосвязи, допустим, со спутниками, для радиоастрономии. А вот есть область между 80 км высоты нижней ионосферы и тропосферой, которой оказалось все абсолютно известно. Кстати, вот эта вот красная линия – это просто профиль температуры, вот как она меняется. Все изучим, все хорошо. Да, в шутку ученые называют игноросфера, что нечего там изучать. Теперь я покажу, что на самом деле там происходит. Вот это грозовое облако, вот молнии, все мы хорошо знаем, все видим, и это как бы явление нашей жизни. А что происходит над облаком, когда вы находитесь под облаком, вы это увидеть не можете, а там происходят очень интересные разнообразные явления, причем они довольно часто, я потом об этом скажу. Вот есть, так называемые, ред спрайты. Вот они формируются в нижней ионосфере, в высоте порядка 80 км, и распространяются вниз до высоты порядка 30 км. Это 50 км длиной, такое образование плазменное, размер характерный, десятки километров поперечники. Есть явления, которые с кромки облака вверх распространяются блуджеты. Есть гигантские джеты, которые от кромки облака двойной сферы достигают эльфы. И все это многообразие явлений человеку, который находится под грозным облаком, не видно. Правда, если вы находитесь, скажем, далеко от грозы, люди видели еще в древние времена. Мы все знаем про Зарницы. Зарницы – это как раз спрайты. Скажу, что в античные времена люди Зарницы объясняли отражение молнии от хрустальных сфер. Так они были гораздо более близки, чем те ученые, которые стали объяснять эти явления, когда их открыли. Теперь я как раз о физике этих вот явлениях, параметрах, характеристиках сегодня буду рассказывать. И поскольку, как оказалось, множество, каждый, кто открывает, он дает названия, которые ему по душе. Их много типов, вот здесь не классифицированы. Спрайты, эльфы, блуджеты, гигантские блуджеты, хала, тролли и так далее. Есть еще стартеры, но это не буду говорить. Но я буду рассказывать снова о спрайтах, блуджетах и гигантских джетах. Это наиболее частые, наиболее масштабные, наиболее выраженные явления, наиболее хорошо изученные. И сегодня я хочу рассказать просто такую вводную лекцию, рассказать описательную зоологию вот этих вот переходных излучательных явлений в верхней атмосфере. В основном буду говорить о редспрайтах, блуджетах, гигантских джетах. Покажу вам результаты наблюдений со спутников, излучения этих объектов, ультрафиадовые вспышки, которые наблюдали со спутников. Постараюсь показать, как они объясняются. Выделил я более светлым цветом те вопросы, которые постараюсь изложить, если сочту, что время хватит. И это интересно. Я расскажу про настольные, маломасштабные эксперименты, лабораторные, которые моделируют эти явления. И также я расскажу о гигантских джетах и таком явлении, как контракция тока в объемной слабонизованной плазме. И покажу, какие следствия вытекают из такой аналогии. Вот эта карта показывает карту активности гроз на земном шаре. Грозы существуют не везде. Они существуют между 70-й широтой северной и 70-й южной. В таком поясе они существуют. Выше 70-й широты в полярных областях гроз нет. Там есть другие явления в полярном сиянии. Вот везде более ярко красный цвет становится более частым грозом. Удивительно, что на экваторе грозы наиболее частое явление. И везде, где есть грозы, есть спрайты, джеты и все родственные явления. Немножко об истории. И, как я уже сказал, люди видели еще в древние времена сполохи, которые происходят в атмосфере. Но никто не связывал с грозой птенцем. Прорадовали его средние века. И раньше люди говорили, что зерницы – это отражение вспышки молнии от кристальных сфер. Но абсолютно не было никакого понимания, никакой связи с тем, что происходит в грозовом облаке. Начиная с 1986 года, периодически докладывали в научных журналах различные взгляды, что может сопутствовать грозам. Но, опять же, явления, о которых я говорю, не были предсказаны совершенно. И можно сказать, что первое «открытие» спрайтов – это в 1989 году, когда были сопоставлены данные видеозаписи, полученные камерой, которые были установлены на метеорологические ракеты в разных спектральных диапазонах. И увидели вот эти вот «ред спрайты». И с тех пор начали осмысленно это все изучать. Но «блоджеты» были открыты в 2002 году. Вы подумаете, всего лишь это вообще 15 лет назад. Я немножко расскажу потом про историю «хоткрытия», это очень интересно. Вопросы можно задать естественно. Видели ли пилоты, летчики, видели ли спрайты, джеты? Да, видели многократно, докладывали. Писали, что видят какие светящие столбы света, идущие от облака вверх. И по-моему, они рапортовали, докладывали и получали такую вот… Их направляли лечиться. Писали, что это свидетельство того, что пилот не с ним порядка с головой. Что у него какие-то галлюцинации. Вопрос следующий. Есть ли эти явления на других планетах? Ответ – да. Потому что везде, где есть атмосфера, такие явления должны быть в Венерианской атмосфере, на Юпитере. И есть свидетельство того, что это явление существует. И огромное число обзоров, где люди обрабатывают данные наблюдений атмосферы планет Солнечной системы, типа Венера и Юпитера. И свидетельство того, что есть высокоатмосферные электрические явления. В чем практический интерес? Естественно, это красивое естественное явление. Оно красивое, но довольно частое. Вы можете спросить, как оно частое. Действительно, когда сильная гроза, когда облако довольно развитое, грозовое большое. Большое вероятно, что будет над ним рецепарат или джет. И мы нашли критерий, зависит, конечно, от зарядного облака и все прочее. Но это интересное явление. Всегда интересно объяснить физику, показать, что физика, которую мы понимаем, скажем, для описания лабораторных плазм, применима для таких явлений. Но еще есть большой практический интерес. Во-первых, гигантские джеты, которые идут от облака вверх, проходят через озоновый слой. Плазмохимические реакции могут как-то влиять на озоновый слой. Интересно посмотреть на вопрос, как. Более важный эффект. Они влияют на проводимость атмосферную. И, следствие, они влияют на приводку возмущения систем радио и коммуникационных систем. И также это очень важное явление. Недаром сейчас формируется экспедиция, оборудование на самолеты, которые летают в зонах грозы. Загрузить аппаратуру, которая регистрирует спектральный состав излучения, идущий из спайтов. Это говорит о составе атмосферы. О загрязнениях. Потому что это то же самое, что делается методами лазерно-дистанционной спектроскопии. Только здесь это естественно. Разряд возникает. И вот спектром говорит очень много о том, что происходит в атмосфере и составе. Также военные очень интересуются. Понятно, почему большой интерес у Китая, Тайваня, США, в России. Дело в том, что когда Red Sprite вспыхивает, если радары настроены на регистрирование такого баллистического вторжения, он может реагировать, потому что характерные времена, сигналы такие. Надо просто понимать, отличать реальную угрозу от природного явления. И также понимание того, что происходит в спрайтах, в джетах – это ключ для понимания глобальноэлектрических цепей в атмосфере. Они существуют гигантские токовые контуры, они как-то тоже замыкаться. И это один из ключей для построения полной такой модели. Есть вопросы, на которые ответа явного нет. Red Sprite в основном чаще наблюдаются над сушей, а гигантские джеты – над океанами, над морями. Хотя для высокоширотных, высокоатмосферных элитических явлений – это совершенно большой разницы нет, когда высота 30-40-50 километров суши или поверхностно-океана. Это одна из первых фотографий этих спрайтов. Вот это вот грозовое облако вниз. Это в Колорадо с горы. Ну, это просто я показываю. Это самая первоцветная фотография. Вот еще в 1994 году он стартует с высоты выше 80 километров и распространяется вниз. Вот это вот здесь гроза. Вот так можно целый сгусток быть, но я сейчас лучше покажу. Это в реальном цвете, в реальном масштабе. Вот так покажу лучше фильм, чтобы вы увидели, как в реальном масштабе времени. Вот видите, обратите внимание, что это реально масштаб времени, размер порядка 30 километров, десятки километров. И это вот так вот светит такое яркое, красивое явление, которое еще в другие съемки. Вот видите, зарождается он где-то на высоте 8 километров, прорастает вниз. Такая сложная довольно структура. Это, кстати, пример, когда и спрайт, и джеты целая сеть явления. Гроза идет где-то вот здесь. Мы видим, что есть спрайты, есть сейчас вы видите джеты, есть до 60 километров высотой. Видите? Довольно огромное образование. Но удивительно, что эта плазма с малой степени ионизацией. А, вот это интересно. Вот когда вы открываете какое-то явление, когда открывается, вы имеете право дать любое название. Вот вы видели такие спрайты, которые такие блеклые, в малонинтестинном свечении, назвали диетические спрайты. Просто тоже очень интересно. Так, теперь, какие характеристики? Основные характеристики такие, что типичный заряд на облаке, не скомпенсированный, при котором спрайты возникают, он порядка 10-100 кулон. Вертикальная высота спрайта спрайта распространяется до 40-90 километров. От 40-90 километров, может быть, в 100. Продолжительность явления, вы сами видели, там несколько десятков, несколько миллисекунд. Оптическая эмиссия – это первая положительная система излучения азота и вторая положительная. Но почему они красные? Потому что ультрафиолет, вторая положительная система, они поглощаются, ставят спрайты высоко, в плотных условиях атмосферы они поглощаются кислородом. А красные, вот первая положительная система – это красная, мы видим. Токи в этих спрайтах – это несколько килоампер. Казалось, токи большие, и полная энергия вложена за импульс от 1 до 10 мегаджол. Это огромная энергия. Но плотность энергии маленькая, потому что объем очень большой, поэтому спрайт фактически не греет эту атмосферу. Но 10 мегаджол – это огромная энергия. Теперь, чем они объясняются? Прежде всего, спрайт должен быть связан с грозой. Именно грозовое облако должно его стимулировать. Это просто факт наблюдения, и любая теория, которую это не учитывает, не может считаться, что она объясняет физику этого явления. Это типичное грозовое облако перед развитием молнии. В нем произошло разделение зарядов, произошла поляризация в поле Земли. Но дипольный момент маленький – это облако, потому что разделение заряда произошло на расстоянии километра. А когда у вас линейная молния сняла часть заряда и зарядила под облаком, принесла заряд на Землю, у вас резко вырос дипольный момент, потому что в это расстояние уже 10 километров и больше. И что происходит дальше? Стоп. Поле диполя, вот это вот диполя, оно бывает с высотой как единица на высота в кубе, на h в кубе. Но плотность падает экспоненциально. Барометрическая формула. То есть, каждые 7 километров в е раз падает плотность. А главный параметр, который определяет развитие пробоя в физике слабонезонной плазмы, это приведенное поле отношения электрического поля к плотности молекул газа. Так эта величина меняется в пропорциональном экспоненте, деленное на h в кубе, в экспоненте этой высоты. Она растет резко с высотой, потому что плотность падает гораздо сильнее, чем падает поле от вот этого диполя. Кстати, величина ЕКН определяет отношение поля, величины поля к плотности молекул, определяет, грубо говоря, ту энергию, которую электрон может на длине свободного пробега набрать, и способность электроновегианизовать. И вот в воздухе критическое поле, оно в приведенных единицах, вот эти величины, я не буду их расшифровывать, это просто, да, 120 Таунсодов, когда осуществляется пробой. Так вот, как раз на высоте, вот если мы возьмем типичное значение заряда грозового облака, то как раз на высоте вот этого вот заряда, который остается на облаке, и зеркально-симметричного заряда другого знака на Земле, для этого заряда, и для поля, этого вот диполя, как раз на высоте порядка 80 километров, вот это поле достигает величины 120 Таунсодов, а это то самое поле, при котором пробой осуществляется. Это 120 Таунсод, соответственно, знамительно 30 киловольтов на сантиметр, при котором возникает искра в воздухе. И что происходит? У вас на границе ионосферы зарождается разряд, возникает плазменное образование стримера, который выносит потенциал ионосферы в головку этого стримера, и он распространяется вниз, при этом что происходит? Плотность резко растет, стример становится все тоньше и не тоньше, чтобы поле уголовки было все время большое, и где-то он останавливается, где плотность становится настолько большая, и большая часть напряжения падает в этом стримере, и вот это и есть спрайт. Сейчас покажу, как выглядит на самом деле, вот это реальные снимки, вот эта нижняя кромка ионосферы светится. Почему она светится? Она в этом дипольном поле облака Земля начинает поляризоваться, возникает ток, идет возбуждение, это приводит к свечению, это мы видим. И вот формируется то, о чем говорил стример, он растет вниз, начинает дальше ветвиться, но самое интересное, какая-то плазма. В этом, допустим, плазме, в плане дневного света, это дебаевский слой, область нарушения пространственного заряда, очень маленькая, потому что там типичная плотность электронов 10 в 11, 10 в 12 на кубичку сантиметра, дебаевский слой десятки микрон. Здесь плазма в нижней кромке ионосферы гораздо менее плотная, порядка 150 электронов за кубичный сантиметр, и дебаевский слой порядка 5 сантиметров. То есть это гигантский, но зато и масштаб гигантский, поэтому и расстояние километра, и расстояние сотни метров и километров. Это как раз в физике очень хорошо работает принцип подобный, здесь как раз яркий пример. То есть явления, они те же самые, которые происходят при одной плотности душно заряженных частиц, в маленьких масштабах, при сильно разряженных плавных, те же самые, такой же тип явлений, такой же объект, только масштабы будут, соответственно, в огромное число раз больше. И мы предложили теорию, вот как раз, я рассказал как бы основы теории, я хочу ее приводить, можно ее прочитать, опубликованно и развито дальше. Мы получили скорость пророждения спрайта, вот он начинает развиваться и останавливается. как раз длина его, при этом 30 километров, 35 где-то километров. Это диффузия потенциала, как бы вот, от ионосферы к поверхности Земли. И спрайт останавливается, когда разных потенциалов между его головкой и фоновым потенциалом становится малой, так что ионизация не может продолжаться. И вот, в общем, мы описали характерный размер спрайта, скорость получена как в эксперименте. Вопрос, можно ли увидеть это все в лаборатории. Почему это важно в лаборатории увидеть? Потому что моделировать явления масштабами десятки километров крайне большая техническая проблема для вычислительной физики. Естественно, хочется проверить аналитические теории, хочется проверить эксперименты. Желательно сделать мелкомасштабный эксперимент. Что характерно в спрайтах? То, что у вас развивается разряд в сильной неонародной атмосфере. Можно ли получить такие условия в лаборатории? Вот такая схема была предложена. Обычный фен, то есть такой помощнейший фен, он выдувает теплую струю воздуха. Ну, там, в раза три-четыре. Температура выше, чем фоновая, 5000 градусов. А плотность, соответственно, меньше на оси этой струи. Масштаб здесь порядка десять сантиметров этой струи. И если мы организуем стримерный разряд поперёк этой струи, то он фактически будет развиваться от заряжённой области в более плотную. И, естественно, только одна единственная проблема, что если вы подаёте напряжение на этот стерильный электрод, с которой развивается разряд, оно должно держаться постоянно гораздо больше времени, чем нужно стримеру, чтобы остановиться. Чтобы всё время потенциал оставался такой же, при котором стимулирован был этот пробой. Если он будет меняться, скажем, падает, он становится потому, что всё напряжение сядет на стримеры, из-за того, что напряжение просто упадёт на иголки. То есть потенциал иголки должен оставаться постоянно гораздо дольше, чем развивается стример. В общем, это просто зависимость плотности и температуры. где плотность выше, температура меньше. И вот эксперимент. Это в холодном воздухе. А это вот, когда из фена поток горячий воздух поперёк, резко неонародно, развивается спрайт, у него возникает витвистая такая структура. И можно построить теорию подобия и сравнить с естественными этими явлениями и увидеть, что согласие очень хорошее. То есть, можно сказать, что это не теряет это профессиональное доказательство, что явление в верхней атмосфере типа спрайт и явление типа стримерного пробоя в ненародном воздухе – это одно и то же. Теперь я перейду к другому объекту – джетам. Я говорил, спрайты – это развиваются от нижней ионосферы и развиваются в сторону газового облака вниз. А есть джеты, которые развиваются от верхней кромки облака к ионосфере. Обычный джет – это яркий канал, почти белосветный, с голубой короной. А есть гигантские джеты, которые дорастают и замыкаются на ионосферу. Это гигантские джеты. Я позже расскажу один факт. Мы объяснили очень интересный факт. Какие бы они были гигантские джеты, как бы они не развивались, у них есть светящаяся диффузная часть и такая контрагирована. Она выше определенной высоты. Никогда эта яркая светящаяся часть не поднимается. Мы это объяснили, и я потом об этом расскажу. Это тоже очень интересное явление. Как их можно наблюдать? Их можно наблюдать довольно просто. На большом расстоянии ставите камеру, смотрите под каким-то углом на газовое облако. Если повезет, то увидите что-то типа вот такого. Это пример зарисовки летчика, к которому мы не верили, что это действительно есть на самом деле переводное явление. Вот пример фотографии в Колорадо над газовым облаком. Он просто порядка 500 метров. Такой столб. Это просто обычный голубой джет. Тут недавно даже лететь в космос. Можно увидеть слои Земли. Так вот гигантские джеты, те джеты, которые от облака дорастают до энэсфер, были открытыми в 2006 году Виктором Паскою. Он тогда был аспирантом Стэнфорда. Это просто его результат измерения. Он участвовал в экспедиции, которая снимала грозы в Пуэрто-Рико, развитие грозы над океаном. И зафиксировала камера вот такие вот явления. Это, кстати, из его первого эксперимента. Просто это невероятно, это нигде не было описано. Увидел, было зафиксировано, что есть две части. Есть вот эта самая диффузная, разветвленная часть. И есть типа ствола вот такого. И можно сказать, дата открытия 2002 год. Год открытия. Это вот из первой совершенно публикации. Публикация была в Nature Викторе Паско. Но, опять же, структура этого джета во время это развивается. Все целиком, все эти вот кадры 300 миллисекунд, 0,3 секунды. А между кадрами всего 30 миллисекунд. Это вот. Но, что интересно, что, прежде всего интересно, попытаться сделать теоретическую модель гигантского джета. И понять, что определяет скорость распространения этого джета в атмосфере. И данные наблюдений спутников показали, что есть два масштаба скорости. Это данные получат тайваньскими спутниками Формоза. Есть масштаб скорости, связанный с этой вот диффузной областью. стримерные. Это очень быстро развивающаяся, распространяющаяся явление. Это типичная волна ионизации. И в характерное время одна 10 миллисекунд. Есть медленно. Есть еще вот прорастает такое яркое образование, которое гораздо более горячее. Называется лидерная часть, а потом немножко скажу более детально об этом. Это гораздо медленнее прорастает. Здесь просто 4 кадра показано с очень большим временным промежутком. Видите, этот лидер как бы растет медленно-медленно, а потом резко вот эта вот вспышка вот такая вот, которая достигает ионосферы. И вот остается такой вот яркий канал. Я еще раз скажу, что этот канал, вот этот яркий, и выше 30 километров, 30-40 километров не поднимается. Я просто приведу основные характеристики джетов и стартеров. Потому что есть, я еще раз говорю, есть джет, в котором десятки километров над облако поднимается. Это гигантский джет от облака до ионосферы. А есть еще две деклосферы, стартеры. Это до километров высотой над облаком, поднимается плазменное образование. Вот. Типичная высота, на которой джет останавливается 50 километров, 30 километров. Это стартеры, я имею в виду, 30 километров над землей. Значит, над облаком это может быть 10 километров максимум. И 70-90 километров – это гигантские джеты. Гигантские джеты менее частые, чем спрайты. Хотя это довольно распространенное явление. Просто менее частые, потому что их труднее наблюдать. Дальше. Какие модели блуджетов? Я не буду детально перечислять все эти модели. Первое объяснение сводилось к тому, что джет – это то же самое, что спрайт, это стример. Но это действительно так. Объясню почему позже. Мы также предполагали, что джет оставляет инициационный след, по которому развивается волонная инициация. Инициационный след оставляет быстрые электроны, убегающие электроны. Это тоже не объясняет. Мои хорошие друзья, Коля Петров и Паскова, они предполагают, что джет – подобное про стримерную зону лидера. Это было почти в точку, но это не совсем так. Сейчас объясню почему. Что такое стример? Стример – это, в общем-то, холодное плазменное образование, слабо ионизованное. И стример не может распространяться на очень большое расстояние в плотной атмосфере, потому что электроны в воздухе испытывают очень быстрые и сильные потери за счет прилипания, когда воздух холодный. В плотном воздухе стример моментально теряет проводимость, и на расстоянии десятки километров он не распространится. Но есть существенное решение проблем, природа решила как проблем. Если у вас очень много стримеров, и они распространяются, они все идут из одной точки с высоким потенциалом, собирая ток с этого большого объема, вот здесь стримерная корона типичная лабораторная, то эта область, где стримеры все стартуют, сильно прогревается, и в ней уже быстрые такие потери в этой области за счет прилипания триктельного становятся существенно меньше. И у вас степенизация здесь гораздо выше. И вот этот хорошо проводящий канал прорастает вниз, это я просто привел лабораторную длинную искру, и выносит потенциал вот этот все дальше и дальше от электрода, и эта стримерная корона движется вперед, создает слабую низованную большую область, в которой прорастает сильно низованный канал. И это то же самое в гигантском джете, только это, смотрите, это лабораторная искру перевернутая. Вот эта лидерная часть, и есть стримерная корона. И вот эта лидерная часть, она должна быть обязательной. Есть две статьи, где мы это все объяснили, что для того, чтобы разряд, стартующий с верхней кромковой достиг к ионосферы, обязательно должна возникнуть лидерная часть. Это та часть, которая выносит потенциал довольно высоко над облаком, с которого могут стримеры уже слабо в газе низкого давления достичь ионосферы. Главное вынести зарядного стулья 20-30-40 километров над облаком. Эта лидерная часть обязательно существует. Мы видим на фотографиях очень хорошо. Теперь я более подробно на этом еще остановлюсь. Но опять же, и у джетов, и у спрайтов один и тот же механизм излучения. Электроны возбуждают молекулы кислорода и азота, и возбужденные излучения высвечивают энергию возбуждения. Но гигантские джеты находятся гораздо ниже и ближе к наблюдателям, если вы на Земле смотрите. Поэтому выглядят голубые, потому что ультрафилеты не успевают поглотиться. Дюфлет и синие кванты не успевают поглотиться. А ред спрайты находятся высоко, и пока весь этот излученный спектр доходит до наблюдателя на Земле, только более красные кванты успевают много дойти. И еще уровни, которые приводят к излучению красных линий, очень сильно гасятся столкновениями с молекулами кислорода на высотах меньше 50 км. Поэтому блуджеты более голубые, потому что они ниже, поэтому меньше путь до наблюдателя. А ред спрайты красные. На самом деле, если бы мы поставили спектрологов рядом с джетом или спрайтом, спектр был бы очень подобный. Теперь я расскажу о проявлении этих джетов, которое вызвало много споров. Тайвань, Китай получили информацию на спутниках, которые наблюдали за ультрафиолетовыми вспышками. Странные ультрафиолетовые вспышки. Почему аппаратура стояла на спутниках, которые регистрируют ультрафиолетовые вспышки? Ультрафиолетовое излучение – это косвенное свидетельство подземных испытаний ядерного взрыва. Обидно, что на спутниках не стояла аппаратура, которая регистрирует еще и видимый спектр. Именно ультрафиолетовый. Потом более детально во времени разрешили эти вспышки российские спутники, включая университетский спутник «Татьяна», который в этом году запустил. И вот эти спутники летали на высоте 950 километров и постоянно регистрировали в ультрафиолетовом диапазоне излучение, которое идет с разных областей поверхности Земли. И вот типичная ультрафиолетовая вспышка. Длительность ее порядка 2 миллисекунды, интенсивность была померена. Университет спутник «Татьяна» – малогабаритный спутник, зарегистрировал. И много было дискуссий. Считалось, что это результат взаимодействия с космическими ливней или результат какой-то связанный с международной газовой активностью. В общем, очень много явлений в атмосфере, которые могут привести к появлению трафиолетовых вспышек. Поэтому нужна была какая-то теоретическая модель, которая позволит классифицировать эти явления и объяснить, что на самом деле является причиной наблюдаемых вспышек. любая теоретическая модель должна объяснить временные характеристики наблюдаемого излучения, дать модель предсказать полностью интенсивность излучения в данном спектральном диапазоне и также объяснить географическое положение. И, опять же, мы сделали целый цикл работ с Геннадием Милехом из университета Мэриленд. Вы уже видели эту карту ГООС на поверхности Земли. И звездочки – это наблюдаемые, зарегистрированные гигантские джеты, а квадратики – это почти синхронного времени зарегистрированные ультрафиолетовые вспышки. Мы видим еще распределение, оно приблизительно географически близкое довольно, и мы предположили, что ультрафиолетовые вспышки, которые регистрируются со спутниками, это результат развития волны ионизации в гигантских джетах, потому что характерные времена были очень похожи. А теперь надо было получить форму и получить остальные характеристики. Как я говорил, мы в свое время сделали теоретическую модель гигантского джета, но модель описывала и индиционные характеристики, тепловые характеристики, но поскольку модель давала значение электрического поля, токи и так далее, можно было посчитать скорость возбуждения любого состояния и получить параметры излучения. В общем, не стреляло труда это сделать. И мы вот эту модель применили для стремленной короны гигантского джета, посчитали скорость возбуждения C-состояния азота, который генерирует излучение молекулярного азота во второположной системе. Потому что нас интересовал такой ультрафиолет. Учли также столкновительное тушение в возбужденном состоянии и проверили результаты по замечательным данным, которые получены на спутнике Татьяны и серии наблюдений формоза тайваньских. И вот что дает результаты приведут на картинке. Это нормированный сигнал экспериментальный, с кружочками, а это теоретически полученные формы импульса для разных высот. Для гигантской джетки стартуются разные высоты. То есть с облака на высоте 10 км, 20 км, 15-18 км. Видите, форма очень близкая, длительность очень близкая. И также мы посчитали число фотонов, которые излучаются в определенный телесный угол, сравнили с данными, которые были получены в серии спутников Формоза. И получили довольно близкое согласие. То есть мы смогли объяснить, но самый интересный другой факт. Вот я еще раз покажу эту картинку, результат полученный тайваньскими физиками спутником Формоза. И максимум излучения на высоте порядка 40 км. Это тоже теория предсказывает. То есть с какой бы высоты он ни стартовал, от 15 до 20 км, максимум излучения попадает в порядке 40 км. То есть это говорит, что модель более-менее хорошо работает. Теперь возникает естественный вопрос. Могут ли спрайты быть источниками в таких же самых ультрафиолетовых вспышках? Ответ неоднозначный. Первый, они могут дать форму импульса близкую к тому, что видели в эксперименте. Но если мы посчитаем число фотонов интенсивного излучения, оно будет гораздо ниже. Потому что спрайт развивается в гораздо менее плотных слоях атмосферы. И меньше возбужденных молекул, и меньше интенсивного излучения. Правда, теория предсказывает максимум излучения спрайтов на высоте порядка 60 км. Это как раз очень близко к тому, что в эксперименте. Поэтому мы предложили вот эти типичные сигналы, которые можно ожидать, ультрафиолетовые от спрайтов. Интенсивность гораздо ниже, в сотне гораздо ниже, чем интенсивность излучения, идущего от гигантских джетов. Но они подобны. Поэтому мы предложили, что если поставить детекторы более чувствительные, что можно зафиксировать на фоне вот таких вспышек, еще вспышки очень-очень маленькой амплитуды, с такой же самой временной характеристикой. Но это пока эксперимент не сделан. Но мы надеемся, что он будет проведен. Теперь я маленькие краткие выводы в этой части доклада. Прежде всего, мы обсудили физические причины и механизмы наблюдаемых ультрафиолетовых вспышек в верхней атмосфере. Ультрафиолетовые вспышки, которые были детектированы спутниками Татьяны, объяснены и причиной их гигантских джетов, развивающихся в атмосфере. Излучение вычисленное дает такие же самые временные характеристики, как и наблюдаемые на практике. Самое главное, что спрайты тоже могут быть источником низкоинтенсивных ультрафиолетовых вспышек, которые имеют подобный временной профиль. Интересно проверить это. Это, кстати, будет очень важный результат, который пока что в единой теории есть и спрайтов, и джетов. Теперь я говорил очень важный вопрос. Почему гигантский джет имеет вот эту лидерную часть, которая никогда не растет выше определенной высоты? Еще одно, лидер – это хорошо проводящее плазменное образование, которое нужно носить потенциал довольно далеко, которое имеет гораздо больше времени рекомбинации. Это очень важно. А вот интересно понять причину, почему лидер всегда останавливается в процессе развития с области более плотного воздуха в более разряженной. И вот есть такое явление физическое – контракция. Контракция – это переход объемного состояния слабоинезованного плазмы в сильно контрагированного. Здесь показана контракция в плазме, в мощных электрозрядных лазерах, в потоке газа. Вот у вас генерация и возбуждение происходит током текущим в этом направлении. Когда вы конструете лазер, вы хотите вложить как можно больше в мощности, чтобы получить больше мощности в излучении. Но это не получается, потому что разряд контрагирует, образуются такие вот дуговые состояния, в которых лазер-генерации не существует. Для того, чтобы затянуть область объемного состояния, делать быструю прокачку, чтобы увеличить усилие коллективного выноса тепла, но все равно наступает момент, когда объемное состояние переследует быть устойчивым. При этом интересно, что контракция образуется не на именном объеме, а она прорастает. Вот здесь это известный эксперимент в потоке. Почему он может прорастать как катанола, так как катода? Вот как развивается, прорастает силинизованный канал в слабоинизованной плазме. И скорость крайне маленькая, прорастает. У стримера прорастет со скоростью 10 в 8 метров в секунду. Это до 100 метров в секунду, медленно-скоро прорастает. И это контракция, это и есть переход объемного состояния в сильно проводящие контрагированные. И это то же самое, что происходит в длинной лабораторной искре. Вот востребенная корона, о которой я говорил, которая вставляет за собой слабоинизованный газ и собирает ток с большой этого объема в очень маленькую область, которая прогревает, увеличивает проводимость. И этот канал прорастает. Я хочу сказать, что физическая причина контракции очень хорошо известна. Это индиционно-перегонная неустойчивость. Что происходит? Когда где-то локально увеличивается плотность электронов, растет локально джоулев нагрев, повышается температура. Это приводит к тому, что падает плотность в этой области, падает плотность молекул, растет ЕКН, растет скорость синюнизации, и вот это замыкается. Образуется контракция. Мы это моделировали в двумерной постановке. Видим, как прорастает канал контракции в разных режимах. Есть эксперименты, которые очень хорошо подтверждают это. Что самый главный результат? Результат такой, что переход из контрагированного диффузионного состояния имеет гестерезис, характер гестерезиса. Что это означает? Гестерезис означает такое, что если у вас есть устойчивый режим, то маленькие возмущения этого устойчивого режима не растут экспонициально. Надо иметь возмущение довольно значительно, чтобы перебросить на другую, на вот эту контрагированную ветвь. Но самое интересное не это, что порог контракции сильно зависит от плотности газа. С понижением плотности газа резко растет критический ток для контракции. Почему он растет? Потому что если у вас понижается плотность газа, у вас растут диффузионные процессы, которые стараются расконтрагировать, то есть сделать однородным этот газ. Стоп, извините. И вот когда у вас плотность падает, а критический ток растет, и плотность неоднородная, у вас может быть сосуществование контрагированной диффузной областей. Кстати, я покажу. Это возможно и в одном газе. Это эксперимент сделан в Принстоне, Юрий Зинович, и у них Петербургского университета. Он был в трубке. Диффузная и контрагированная часть. Но это не имеет отношения к спрайтам. Диффузная часть является распределенным балластным сопротивлением, которое стабилизирует разряд. Другой эксперимент тоже похожий. Похожа картинка Николая Фаночьяценко. Он делал на своей парламеханике. Это в Аргоне. Разряд свободными границами. Он перехал в катагированную область. В принципе, похоже на то, что в гигантских джетах. Но это не есть гигантский джет. Это однородная плотность. А теперь перейдем к джетам. Это лидерная часть. Это контрагированная часть. Это сильно низованная, хорошо проводящая часть. А это стремленная корона. И вот эксперименты. Много-много экспериментов, собранные воедино. Вот видите, во всех этих экспериментах были определены знаки результата. Вот эта часть сильно проводящая, ярко светящаяся, она выше 30 километров практически не росла. Почему? Потому что ток вдоль джета, вдоль этой лидера и стримерной короны, он постоянный. Закон сохранения тока. Но с высотой падает плотность. И поэтому растет критический ток. Плотность падает экспоненциально. Поэтому, если у вас ток был достаточен для контракции этой стримерной короны на маленьких высотах, где плотность большая, на больших высотах, он уже был недостаточен. И разряд оставался диффузным. И вот это показывает тому, что плотность тока становится меньше критической, но с тем порядка 30 километров. И это такой эффект, который вы объяснили, который наблюдается в природе. Сосуществование контрагированного и диффузного режимов вдоль градиента плотности. И вы объяснили, почему в джетах есть такая характерная особенность, что эта часть никогда не бывает выше определенной высоты. И на основании фактически анализа лабораторных экспериментов. Это тоже интересно. Но я перейду к выводам. Я просто, можно полагать, дольше. Но, прежде всего, я хочу сказать, что чем больше изучают такие хорошо известные явления, как молния, как газовое электричество, тем больше интересных явлений открывается, тем больше вопросов возникает. Но самое интересное, что все эти явления могут быть объяснены и описаны на основе известных уже существующих физических концепций. Не надо физику новую изобретать. И эти явления очень интересны для исследователей, потому что это много междисциплинарные исследования. они представляют свою комбинацию геофизики, плазмы, оптики. Много открытых вопросов остается. Об этом я уже говорил. Почему транспрайты чаще наблюдаются над суше, а гигантские джеты над океанами? Какая их роль в глобальных электрических токовых цепях? И есть интересное явление, что вот эти рецепрайты и блуджеты могут представляться естественным азотным лазерам. Вы все прекрасно знаете, что вы видите в интернет, посмотрите на ютубе фильмы «Азотный лазер». Это просто между двумя пластинками и высокое напряжение если прилагается, там даже не надо зеркал, а длопроходный лазер получается в домашних условиях. Так вот, надо просто, чтобы была инверсная населенность более высокого состояния С, чем Б. Так вот, в гигантском джете идет очень интересная ионизация очень больших поля. И если, возможно, там есть очень маленькая инверсная населенность С, состояние больше, чем Б, даже если она очень маленькая, оптический путь очень большой. Даже очень маленькое усиление может привести к тому, что вверх будет светить конгрессное излучение. И есть свидетельства. Люди видели, слышки с опитальных станций. Я еще раз подчеркнул, что даже когда маленькие коэффициенты усиления, это многие-многие километры может привести к тому, что усиление будет довольно значительное. И я хотел просто отметить, что многие результаты получены в результате сотрудничества с Геннадием Милихом. Вот Михаил Макроф, он из управления механики приезжал несколько раз в Принстон. И Юрию Петровичу Райзером. И спасибо за вопросы. Спасибо. Спасибо.